13.06 в Кирове на 101.5 программа «Особое мнение». У микрофона Юлия Афанасьева и Николай Голиков. Сегодня у меня в гостях главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар». Николай, добрый день. Добрый день, Юля. Добрый день, уважаемые слушатели. Всем-всем-всем добрый день. Всех с Новым годом и всем приятного аппетита. Николай, спасибо. Сегодня я это воспринимаю на личный свой счёт. Я немножко поздно сказал, Юля, после того, как котлетка была съедена. Так. Ну вот смотрите, Николай, хотела я с вами поговорить по событийки последней недели, но всё идёт к тому, что все подводят итоги года. То есть все просто начинают уже праздновать Новый год, так что такое время. Ну что же, собственно, давайте и мы с вами поговорим примерно об этом же. Одно из наших самых уважаемых деловых СМИ, наши коллеги из газеты «Бизнес-новости» составили тоже рейтинг «Люди года». Вот у меня сейчас перед глазами лежит ваш журнал «Товар, день, не товар». Я так понимаю, что вы не делаете рейтинги? Нет, конечно. Объяснить почему? Объясните. Дело в том, что проект «Люди года» мне нравится. Он симпатичный, яркий, красивый у «Бизнес-новостей». О нём говорили как раз в понедельник, когда я был ещё ведущим о нём гостями. Это совершенно роскошный проект, но это скорее пиар-проект газеты или, может быть, даже всего холдинга, так сказать, нежели это рейтинг как таковой. Потому что, ну, что такое рейтинг? Вот взять рейтинг, который в России уважаемый, рейтинг Агентства политических и экономических коммуникаций, есть такое АПК, агентство рейтинг влияния губернаторов. Там не опрашивают 200 человек, это не нужно. Там опрашивают 25 человек. Но это эксперты, которые оценивают каждого деятеля с нескольких сторон, по нескольким позициям, выставляют свои баллы. Эти баллы потом своеобразным образом суммируются, приходят к какой-то вещи. Или там фонд «Петербургская политика», который тоже делает очень уважаемые рейтинги. Или тот же «Форготем» – фонд развития гражданского общества. Там всегда задействованы эксперты. И чем ценны те рейтинги, что мы видим экспертное мнение, то есть мы видим мнение людей, которые наблюдают, анализируют, сравнивают, держат руку на пульсе. А здесь это хороший такой предновогодний опрос. Значит, давайте спросим у ребят, кто вам понравился. И вот поэтому возникают вот такие коллизии, как вот в этом рейтинге, когда, например, в списке предпринимателей года появляется Валерий Крепостнов. И должность у него указана. Председатель, президент фонда такого-то, такого-то. Это не коммерческая организация. Понимаешь, как он может быть предпринимателем года, будучи владельцем некоммерческой организации? Кем угодно, только не предпринимателем. Общественный деятель года согласен, политик года согласен. А здесь получается так, что люди просто пишут, ну, нравится, не нравится, вспомнился, не вспомнился. Также вот появление, скажем, в списке политиков года Никиты Белых, да. То есть не в серьезном рейтинге губернатор отставной, да еще, извини, с таким эпик фейлом, да, скажем, как говорят современным языком. Он просто не появится, он не будет предложен в качестве политика, потому что его карьера закончена политической. И вспоминать, это говорит, как говорят преференцисты. А мы оцениваем 2016 год? Не важно, не важно. Его роли уже нет вообще в Кировской области. То есть это уже все, как говорят преференцисты, у нас преференции не вечер воспоминаний. Соответственно, когда составляют рейтинги, например, чиновников, да, условно говоря, рейтинг губернаторов российских, то те губернаторы, которые поработали меньше полгода, просто не рейтингуются. Они отдельно указаны, такие-то не рейтингуются в связи с тем, что пока нет оснований. То есть еще пока не о чем судить. А у нас получается парадоксальная ситуация. То есть человек, которого уже уволили, он шестую, по-моему, позицию занимает. Я на скидку говорю. Пятую. Пятую, да, ну примерно так, пять-шесть. И человек, который еще только приступает к работе, он уже первую занимает, да. Что он сделал? Он просто, его просто назначили. Вот случилось одно событие, его назначили. Он разбирается сейчас в ситуации, которая есть в Кировской области. Сама понимаешь, что это дело очень длительное, потому что ситуация, благодаря предыдущему товарищу, довольно-таки запутанная. Вот. Он уже автоматом по должности становится лидером рейтинга. Почему я говорю, что относиться к рейтингу бизнес-новостей нужно как к хорошему, отличному пиар-проекту. Люди увидели, улыбнулись, испытали позитивные эмоции и принесли в бизнес-новости свою рекламу. Да? Вот это вот все совершенно правильно. Относиться к нему как к рейтингу для какого-то изучения, для делания каких-то выводов, нет, избави господи, я бы не стал. Соответственно, и мы не проводим такие вещи. Последний раз товар, деньги, товар я тогда как раз там временно отсутствовал, проводил подобного рода исследования, насколько я помню, в 2012 году. Довольно-таки дорогая шуточка. То есть надо привлекать серьезных людей, серьезный аппарат математически нужен, то есть специалистам нужно в этом плане. Нужны эксперты, которые должны не просто там высказать свое мнение, а определенное время посвятить изучению опросов. То есть их нужно отвлекать очень серьезно. И ты знаешь, в том рейтинге, насколько я помню, тогдашний губернатор в общем не был первым. Это какой был год? Это был 2012 год. 2012 год. Николай, ну вот смотрите, там бизнес-новости опросили 202 человека. Ну это все равно люди, которые обладают тем или иным уровнем экспертности, правильно? Это бизнесмены, это чиновники, это главные редакторы СМИ, журналисты. Они обладают определенным уровнем экспертности в своей области. Это русские специалисты. Да, в своей области. Чтобы составлять вот такого рода рейтинг, где сразу находятся 10 номинаций, нужно быть универсальным экспертам. Таких очень мало. Их может быть на самом деле 25 на всю Россию, вот как у агентства по политических и экономических коммуникаций. Там 25 человек на всю Россию, больше они не нашли людей, которые до такой степени обладают универсальным знанием, что способны по 85 субъектам выносить свои суждения. Это на самом деле величина, это на самом деле ученые, которые этим занимаются. Понимаешь? Я, как человек довольно-таки разносторонних, вынужден, да, довольно-таки разносторонне изучать ситуацию в регионе, в силу своей работы журналистской, да, и то могу сказать, что в половине номинации я не могу иметь своего суждения. Я вынужден выбирать, по-русски говоря, просто между знакомыми фамилиями, да, не более того. Про кого-то я вообще ничего не слышал, не говоря уже об их какой-то практической деятельности. То есть я просто о ком-то слышал, о ком-то нет. И вот таких людей 202 человека. В итоге экспертов в определенной области получается, у них может быть, дай бог, там 5%, а остальные просто вспоминают тех, кого знают, кого нет. Ну или почему нет, ну приятно же, да, взять и поставить галочку у губернатора, пожелать ему таким образом успехов, да, вот таким образом, как бы дать ему такой аванс. Вот я поставил галочку у губернатора, или там, не знаю, у кого, и потом при разговоре скажу, вот помните рейтинг был, да, вот там первым, я за вас проголосовал. Это тоже нормальный побудительный мотив, не надо к этому относиться всерьез. Нет, знаете, я про другое хотела спросить, вот, судя по тому, что вообще Никита Белых появился в этом рейтинге, да, и на пятом месте в номинации «Политик года», это вот, это что, это отношение наше к нему? Это неправильно поставленная задача перед участниками рейтинга. Речь не за действующих политиков. Понимаешь, этого человека уже нет. Если он есть, то только со знаком минус. Потому что такого скандала, который сопровождал его арест и прочая все вещи, Кировская область, знаешь, он такой скандал не нужен ни одному региону. Поэтому, как вставить человека на пятое место среди политиков, если он ничего кроме ущерба, как минимум репутационного, а сейчас, как получается, еще и финансового области не принес? Ну хорошо, давайте вот посмотрим. То есть это неправильно поставленная изначальная задача. Просто люди вспомнили Никиту Белых добрым словом, да, кто-то с ним хорошо жил, ну, из его окружения. Почему нет? Они же тоже участвуют в рейтинге. А посмотрим еще на другие номинации. Вот из того, что меня зацепило. Финансистом года впервые стала не Елена Ковалева. Но она, тем не менее, оказалась в рейтинге. На седьмом, или восьмом, или девятом месте. Вот опять же говорю, как бы, ушедшие о политике в актуальном рейтинге не должны быть. Речь идет о политиках действующих, которые на самом деле принесли... Понимаешь, если человек... Но если руководствоваться этой логикой, Васильева там тоже не должно быть. Я об этом сразу сказал. И Мишенко. Ему еще пока рано. Ему еще пока... Для серьезного рейтинга еще пока рано делать какие-то выводы. Я ничего против не имею. Понимаешь, как бы, как относиться? Как ставить политика? По должности, да? Тогда понятно, Васильев на первом месте. Чиновника. Тут вообще вопросов нет. Не может быть так, чтобы кто-то из чиновников был выше Васильева. Я думаю, так думают совершенно все. Хотя, если опять же брать и анализировать, да, вот работу всех... Ведь кто-то работает здесь довольно давно и позитивно. Но его работа просто не видна не специалисту. Да? Директору предприятия, предположим. Директор предприятия общается на одном уровне. А черновую работу делает тот и другой. Великолепный специалист, но он не публичен. Он в этот рейтинг не попадает. Поэтому, когда оценку ведут эксперты, они уже, собственно говоря, знающие механизм того, как принимаются решения. Как они проталкиваются, как они продвигаются. Кто куда ездит, кто с кем говорит. Кто за кем стоит и так далее. Тогда оценка получается другая. А иначе, да, мы ставим губернатора первым по должности. Вот единственное, что здесь удивительно, это, конечно, то, что Быков по должности не стал вторым. Он второе лицо области все-таки. С другой стороны, понимаешь, как стал губернатор политиком года и как стал, например, Рахим Азимов политиком года. То есть люди, совершенно работающие в разных отраслях, добивающиеся разных целей, ставящие при собой разные цели, имею в виду, работающие в разных структурах, они оказываются рядом. При том, что если брать там уровень влияния губернатора, да, как политика в Кировской области, уровень влияния Рахима Азимова, да, который прекрасно провел избирательную кампанию, очень много доброго сделал для муниципалитетов, но не более того. А Васильев, как лошадка, тащит на себе всю эту область, и они оказываются рядом. Это тоже не экспертный подход, понимаете? Такого быть не должно. Ну вот на этом я предлагаю ненадолго прерваться. Я напомню, что это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». Говорим мы сегодня в большей степени об итогах года 2016-го. Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв и буквально через минуту вернемся. Мы продолжаем программу «Особое мнение». И сегодня в студии Юлия Афанасьева и Николай Голиков. Николай, ну давайте тогда закончим про рейтинг и поговорим немного об итогах политических, 2016-го года. Я хочу попросить вас выделить три главных события, на ваш взгляд, если можно, кроме ареста Белых и назначения Васильева. Я в любом случае бы не назвал ни арест Белых, ни назначения Васильева, потому что эти вещи, они символизируют просто точки, да? Вот назначение Васильева – это некая отправная точка, а арест Белыха – это конечная точка некого маршрута. Это не события как таковые. Хотя они, конечно, изменили что-то в области, да, и назначения, но, опять же, что значит назначение? Интересно нам не назначение губернатора, а интересна его работа. В этом мне хочется пожелать ему всего самого наилучшего, но, скажем, через год я уже смогу говорить о нем как именно о действующем человеке. Что касается событий, видишь, если брать именно, делать акцент на то, что именно мне показалось важным, я думаю, что это не личные мои события, безусловно, но эти события, в которых я, ну, каким-то боком, там, может быть, участвовал или был задействован, которые, мне кажется, принесли определенные итоги. Во-первых, я хочу вспомнить наш летний баркемп. Это первый раз в городе мы смогли создать такую площадку вместе с ребятами 7U7, то есть с Артуром Абашевым, с Наташей. Ой, вот уехал человек, я уже фамилию забыл. А вот, да ладно, вспомню по ходу, извинюсь, с Артуром, там, Андрей Зорин работал этим. То есть мы смогли создать то, что хотели. То есть впервые в Кирове возникла большая очень площадка для разговора между общественниками. Вот, хоть им и не нравится это слово, но между гражданскими активистами, как им больше не нравится. Причем для разговора не вот рассчитанного, как, скажем, гражданский форум. Гражданский форум рассчитан на то, что мы выстраиваем диалог с властью, да, мы все время апеллируем к власти, свою резолюцию направляем во власть и что-то еще. Баркемп резолюции никакой не предполагает. Это место, где люди просто общаются, да, вот эти вот, скажем так, совершенно различные в разных совершенно сферах деятельности гражданские активисты. И по большому счету даже не объединенная какой-то темой, хотя тема была основная, да, какая-то вот. Под нее приглашались и спикеры авторитетные, из МГУ, там, из других, там, учреждений очень серьезных. Прямо перед Баркемпом случился арест Белых. Ну, понимаешь, он случился после нашего Баркемпа. Он случился перед Сыктывкарским, между нашим и Сыктывкарским. Мы собирались в 17 июня Белых арестов. Хорошо, 24. То есть мы еще собирались при действующем губернаторе, хотя, я еще раз говорю, это никого не тревожило. Там были представители власти, муниципальных властей и областной власти, но они были просто, как и все остальные, участниками мероприятия. Каждый из них имел право что-то сказать или что-то спросить и пообщаться с другими. Ну, хорошо, а кроме того, что вот вы встретились там на природе, хорошо поговорили друг с другом? Мы не просто хорошо поговорили. Мы, во-первых, наладили очень много контактов, там же были люди из разных регионов. Это был прекрасный обмен опытом, понимаешь? Очень многие вещи, которые удачно делаются в Кировской области, взять тот же проект ППМИ, да, об который спотыкаются пока в соседних областях. Там был довольно-таки подробный разговор и конкретный разговор о том, как не повторять наших ошибок и сразу, так сказать, уже используя этот опыт, двигаться дальше. Там было очень многое по этой теме. Там, ну, как тебе сказать, то есть главное там это обмен опытом, безусловно. Хорошо, для нас, для вас, для Кировской области, какие были результаты? Вот ты спрашиваешь про результаты. Результаты мы видим сейчас. То есть люди, получив некий новый опыт, начинают работать как-то, да, внедрять вот этот опыт сюда. И мы это увидим в течение года по работе наших некоммерческих тех же организаций, да. Что касается того же проекта ППМИ, то, извини, сейчас уже очень активно наши консультанты ездят в соседние регионы. Буквально сейчас вот Михаил Шоэлев, который там как раз активно очень выступал, гонос из Перми буквально сегодня, до этого был в Воронеже и так далее. Эти контакты завязались. Ну, хорошо, я поняла. ППМИ шагает по стране, но мы-то для себя что взяли? А извини, ППМИ, он для кого? Для нас. Да вот и хорошо, прекрасно. Мы для себя что взяли? Мы наш опыт дали другим людям, а заодно еще подтвердили, что этот опыт полезен всем, и надо его у нас продолжать. Это тоже очень важно, потому что были очень большие сомнения, продлиться ли этот проект на следующий год. На тот момент сомнения были огромные просто, потому что финансирование не предполагалось. Так что эти вещи, они полезны, просто это не, знаешь, это вот нет некой резолюции. Мы же привыкли к тому резолюцию, потребовали, предложили и так далее. Здесь нет. Здесь люди просто обменялись опытом. Но это была первая площадка, и в следующем году она обязательно повторится. Мы уже точно знаем. Может быть не совсем близ Кирова, а чуть-чуть подальше. Есть предложение от одного соседнего городка где-то рядом с ними провести. Но он обязательно будет, я думаю, там по-прежнему, там также точно будут и именитые, маститые где-то спикеры, известные фигуры из Москвы, из Питера, может быть. Ну и, конечно, все активисты из соседних регионов, опять же, думаю, с удовольствием седут в палаточный лагерь. Хорошо. Баркэмп. Что еще? Ты знаешь, вот еще одна история, она не совсем… Ее как сформулировать? Вот я считаю так, что то, что мне очень нравится по итогам года, то, что у нас театральная площадь осталась без изменений. Она по-прежнему так же красива. На ней не появилось 60-метровое колесо обозрения. Я считаю, что это очень хороший результат, который показал, что кировчане все-таки не такой уж и безмолвный и миролюбивый народ, как может показаться. И не такой уж он всетерпеливый, как может показаться. Что иногда люди на самом деле объединяются, причем люди очень разные. Мне понравилась эта история, во-первых, тем, что она доведена до конца. То есть, если история с Парком Победы, они длятся и длятся и длятся, нет конца и края. Эта история доведена до конца. То есть, колесо строится в другом месте. Вот этот принцип, заявленный, так сказать, что вот я купил холодильник и ставлю там, где хочу, он не сработал. Люди сказали, нет, это наша общая квартира, и мы давайте вместе решать, где этому холодильнику стоять. А вы решаете, что холодильник переставили в другое место только потому, что люди высказались? Если бы люди не высказывались, он бы давно работал. Было объявлено, что он был поставлен в Дню города, и он бы был поставлен, потому что работы уже начались. Только поэтому. Общественные организации. А? Жители домов. А откуда, откуда пошли? Николай, сколько кричали по поводу Парка Победы, продажи земли в Парке Победы, но она была продана, никому ничего не помешало. Кричали после того, как она была продана, во-первых. Во-вторых, как бы еще ничего... Я думаю, что до этого никто не знал. Во-вторых, еще ничего не закончилось. И здесь бы никто ничего не знал, понимаешь? И здесь бы никто ничего не знал, если бы раньше времени не было объявлено, что он был стоять 12 июня. Если бы это просто делалось в обычном порядке, как у нас привыкли делать, никто бы ничего не узнал, он бы стоял там. Здесь информация просочилась, люди взялись, вот те же ребята из сути времени прекрасно поработали, понимаешь? Я не разделяю их убеждения. А вы не считаете, что Владимиру Васильевичу просто нужно было избираться? И с этим связано то, что колесо обозрения не поставили на территорию? Он прекрасно знал о том, что нужно избираться и в апреле, когда конкурс проводил, и в мае, когда там все это происходило. Он об этом знал и тогда. Но он, наверное, не думал, что будет такой протест. Вот, я о чем и говорю, что протест все-таки был, и это повлияло на решение как федералов, так и прокуратуры, так и города Кирова. Именно то, что горожане разных совершенно убеждений, потому что еще раз говорю, тоже движение суть времени мне идеологически неприемлемо, но они молодцы. Они взялись за это дело, они его довели, да? Там какие-то другие активисты, совершенно ни к чему не привязанные, тоже в этом участвовали. Жильцы, они довели это дело до конца. И, мне кажется, это очень положительный итог года с той точки зрения, что я думаю, что теперь все-таки, когда какие-то крупные проекты, связанные с изменением лица города, будут планироваться, то все-таки сначала будет проходить некое обсуждение. И будут прислушиваться к тому, что говорят люди. Вот чем мне ценен этот опыт. Ну и к тому же, я говорю, что еще сохранилось лицо нашей главной площади, которая, так сказать, с детства практически не меняется, сколько я здесь живу, да? Так все практически не меняется, оно такое и есть. Вот сколько я, 50 лет в Кирове, оно все такое. Я не помню самые детские лет, может быть, оно было другим. Но с тех пор, как я помню себя, да, вот она такая была. А, Николай, вот это несостоявшийся проект Валерия Васильевича Крепостнова, ну точнее он, наверное, состоится, да? Состоявшийся, прекрасный, хороший проект, и он изначально все же говорит, что проект прекрасный, просто ребята. Есть другие места для отдыха, не надо путать. Ну вот подождите, я хотела вас о чем спросить. Очень много экспертов прочит Валерию Васильевичу позицию главы города. Ты меня про третье значимое мероприятие будешь спрашивать или сразу уйдешь на Валерию Васильевичу? Буду спрашивать. Тогда спроси, а потом поговорим про Валерию Васильевичу. Хорошо, ладно, давайте про третье значимое событие. Третье значимое событие, оно вообще сильно не акцентировалось нигде. Ну, прошло сообщение официальное на сайте правительства о том, что состоялось первое заседание Ассамблеи народов Кировской области. Это, понимаешь, есть такая Ассамблея народов России. Я знаю, да. И вот так получилось, что она практически работала во всех областях, а в Кировской области как-то все вот не включалось в эту важную работу. Почему я считаю, что это значимое событие уходящего года, потому что, во-первых, на следующий год у нас будет очень широкое обсуждение новой инициативы президента по созданию российской нации. И, насколько я понимаю, где-то уже к концу лета должен появиться законопроект о создании российской нации. А поскольку мы живем мало того, что в многонациональной области, да мы сами-то все многонациональные, я тут смеялся просто. То есть я там сын Мордвина, да и отец Башкира. Да? Понимаешь? А я из Казахстана. Вот. 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 Поэтому этот вопрос, на самом деле, очень важный вообще для всей России, для Кировской области, может быть, даже и в первую очередь. Потому что русские здесь не коренные жители. Здесь коренные жители все-таки это финно-огры, потом уже пришли татары, потом только русские. Вот. И вот как будет решаться этот вопрос? Насколько он будет решаться в соответствии с Конституцией России, которая предполагает равные права всем нациям, несмотря ни на какое там единый российский народ? Это очень интересно. И вот от этого будет очень многое зависеть, в том числе и в судьбе нашей области. Потому что ведь различия между национальностями никуда не деваются. Можно о них не думать, можно о них забыть, но они никуда не деваются, рано или поздно это во что-то выливается. Поэтому сам процесс, как это будет происходить, как будут ставиться вопросы, какие будут ставиться условия сохранения малых народов. Извини, вот такое уж, раз такое выражение возникло, скажу. Как изменится положение Кировской области в этом плане? Ведь не забывай, что у нас уникальное в этом плане положение с точки зрения именно национального состава. Есть сейчас очень активное, широкое движение финно-огурских народов мировое. Это очень сильное движение, очень финансируемое, хорошо. Не забывай, что Джордж Сорос он общался, от рождения был Дьордж Шорош. Он сейчас родился в Венгрии и как бы язык у него родной с детства венгельский, то есть у графинский. Хотя кровь, конечно, не та. Тем не менее, это очень сильное движение. А у нас все время возникает какая проблема? У нас этих народов очень много, основная масса их живет как бы на территории России. Никак не могут договориться о том, кто же из них главнее, где же у нас центр этого всего. И получается как, что то Ямало-Ненецкий округ на себя тянет, то Ханты-Мансийский округ на себя тянет, то Коми, то Карелы, то кто-то еще. И везде получается, что если, словно говоря, у нас Петрозаводск как бы такой, то это опять Карелы. А другим-то обидно. Ну что такое Саранск, Эрзя, Мокша, другим обидно. А Кировская область уникальна. У нас нет титульной финно-угорской нации, в то время это финно-угорские кражи. И вот в этом вот движении, да, Россия в этом должна участвовать, в любом случае она участвует во всех этих финно-угорских съездах, во всем прочем. Это, во-первых, финансово. Во-вторых, это статус международный, да, это известность. И я считаю вполне серьезно, что в этом плане Кировская область могла бы стать именно центром российского финно-угорского движения. Потому что она, с одной стороны, территория финно-угорская, потому что здесь исконно жили и марийцы, и удмурты, и коми, как минимум три великих народа, да. А во-вторых, она как бы и никакая. И обойти ее нельзя. И вот центр, вот понимаешь, вот я бы с совестью наблюдал, чтобы Кирове был вот именно центр всего этого, чтобы у нас прошел всемирный конгресс финно-угорских народов, например. Это для меня мечта, конечно, но она вполне осуществимая. Поэтому я очень рад, что у нас возникло вот это вот отделение ассамблеи народов России, Кировская. И что как бы сейчас есть люди, которые в эту ассамблею вступают, и которые будут контролировать вот этот процесс, который будет происходить неизбежно. Так как, сама понимаешь, инициатива президента у нас неизбежно притворяется в жизнь. Чтобы люди, заинтересованные в этом, чтобы не было ни перегибов, ни перекосов, ни избавили, господи, конфликтов. Вот я на этом предлагаю прерваться, потому что в 30 минут самое время уйти на рекламу. Я напомню, что это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар, деньги, товар». Сейчас мы ненадолго прервемся и очень скоро вернемся в студию. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар, деньги, товар». Мы, конечно же, продолжали дискуссию нашу за эфиром. Причем за эфиром была именно дискуссия, а сейчас мы снова будем мирно беседовать. Да ведь, Юля? Ну вот, Николай, вы сейчас намекнули, как будто самое интересное мы оставляем за эфиром. Да нет. На самом деле это не так. Ну давайте про Валерия Васильевича, да? Ну как же, Голиков выступает, и чтоб прикрепостного слова не сказал, не бывает. Да, добыть не может, да. Ну что, Николай, разделяете ли Вы мнение тех, кто прочит Валерию Васильевичу вместо главы города или главы администрации города? Очень странный вопрос, во-первых, что значит мнение тех, кто прочит. Прочит вместо главы города в соответствии с нашими новыми влияниями по назначению, точнее по полувыборам глав, может только губернатор. Да, если он решит, что Валерий Васильевич справится, то я поддержу это решение. Тем более, что, смотри, на самом деле, да, давай называть Валерий Васильевич давно уже руководит нашим городом. Ну как помнишь, была шутка, что у нас с такого-то года президентом будет Путин, просто фамилия его будет Медведев, да? Вот. Когда? В восьмом году она была или когда-то, или раньше, уж не помню. То же самое здесь. У нас всегда главой города был Валерий Васильевич Трепостнов, только фамилия его была Быков. Если при этом получалась забавная картина, что шишки-то валились на Владимира Васильевича, а Валерий Васильевич просто был весь такой красивый, все его любили, да, вот он ставил холодильники в своей квартире и так далее. Так что ничего дурного, я думаю, нет в том, что Валерий Васильевич реально именно, будучи отопленным. Вот понимаешь, вот опять тот же вопрос, помнишь, мы по рейтингу говорили, да? То есть человек, представленный как руководитель фонда, оказывается ведущим предпринимателем. Или там он становится каким-то ведущим политиком, будучи всего лишь одним из депутатов ОЗС. Это неправильно. Человек должен соответствовать той должности, которую он занимает. Вы знаете, Николай, должности серый кардинал пока нет официально. Вот я и говорю, что не надо нам серых кардиналов. Пусть человек займет эту должность, как говорится, открыто. И пусть он этим займется. Он талантливый еще в управлении на самом-то деле. И, между прочим, я всегда это говорил, что он талантливый в управлении. Более того, я прочил его вообще в губернатора Киевской области. Я очень уважительно отношусь к его организационным способностям, к его знаниям, к его опыту и так далее. С городской средой, да, у него не складывается. Но опять же, я полагаю так, что сейчас, вот я такой воодушевленный довольно-таки человек, что из довольно-таки много институтов, в том числе общественного контроля, вот мы вспоминали историю с театральной площадью, ну, приглядим мы за ним, чтобы сильно этот город не портил, да? Ну, а вот основная эта работа все-таки главы города, это ведь не памятники ставить, да? Там неизвестно кому с часами, да? Это ведь не колеса обозрения. Все нужно, безусловно, отдых нужен. Но главное-то работает. У нас ЖКХ, дороги, ну, сама понимаешь, да? Транспорт. Пусть он займется решением этих вопросов, да? Пусть он проявит свою гениальность. Я буду только за, я думаю, что у него получится. Так что пусть будет. А объясните мне, пожалуйста, природу авансов, которые вы даете Васильеву. Губернатору? Да. Ну, вы так сказали, если он решит, что Валерий Васильевич справится, то я его поддержу. Я что-то первый раз вижу, чтобы Голиков кого-либо из губернаторов действующих поддерживал. Юль, это неправда, это неправда. Во-первых, первый год Никиты Юрьевича Белых я с огромными ожиданиями, с почтением и с надеждой точно так же комментировал любые его решения. Ничего подобного. Просто есть, сейчас такое время, чтобы я не могу, у меня нет оснований, я сколько раз говорил, нет оснований говорить про Васильеву плохо или не доверять ему. У меня нет этих оснований. Я пока не вижу, да и не могу, и никто пока не может видеть каких-то там провалов или взлетов в его работе. То есть человек пока осваивается на месте, и у нас нет оснований ему не доверять. Поэтому раз у нас нет, это презумпция невиновности, скажем так, пройдет какое-то время, мы будем смотреть, мы будем анализировать, мы будем наблюдать, что происходит, что меняется, как меняется. И дай бог, если мы все эти пять лет будем так же относиться к Игорю Владимировичу, как я отношусь к нему сейчас. Понимаете? Ну или наоборот, если все пойдет так же, как прошло при Никите Юрьевичу, да, прошло какое-то, я не знаю, там время не отмерял, там год или сколько-то там, 9 месяцев или 12 или 14. И когда стало понятно, куда все это дело пошло, да, я стал его критиком, критиковал его все время, пока он был в власти. Но исходя именно из тех дел, которые он делал. А за время губернаторства Васильева были какие-то знаковые события, которые лично для вас имели значение, да, на которые вы обращали такое пристальное внимание? То есть вот что-то случилось, вы смогли для себя сделать какой-то вывод? Я пока сделал один вывод, то есть сейчас главная задача Игоря Владимировича, это привести в порядок финансы наши областные. И он этим занимается вполне себе успешно, насколько я понимаю, судя по тому, что происходит. Вы сейчас имеете в виду 500 миллионов от Уралхима? Нет, 500 миллионов от Уралхима я не имею в виду. Я имею в виду, во-первых, то, что нам федерация все-таки замещает коммерческие кредиты, как бы, ну, понимаешь, бюджетными кредитами, да. Я имею в виду, что у нас нормализуется там поступление федеральных денег по другим программам, по каким-то еще. Вот 500 миллионов от Уралхима это разовая акция, потому что это скорее благотворительность со стороны Уралхима, нежели что-то еще. То есть по закону они этого делать не обязаны. Ну, раз попросил хороший человек, ну, давайте мы заплатим эти 500 мультов здесь. Вот, для предприятий Мазепина это ни о чем не говорящая вещь, как бы 500 мультов, 500 мультов. Они не вернулись сюда с налоговой пропиской, о чем дело. Вот если бы ему это еще удалось сделать, тогда бы я тем более стал его любить и уважать. Я имею в виду именно то, что он нормально, грамотно вроде бы выстроил пока, насколько я могу понимать. Мы пытались в этом разобраться бюджет. Он нормально убрал очень много вещей, которые тратились направо-налево совершенно напрасно. То есть я думаю, что пока работа идет хорошо. А это что вы имеете в виду направо-налево? Я имею в виду те же льготы, из-за которых мы сейчас так сильно переживаем. То есть есть льготы, которые нельзя отменять, есть льготы, которые можно монетизировать, да. Которые можно ограничить число их получателей. Так. И в этом направлении они работу делают, так сказать. Ну, еще, конечно, я думаю, еще работы много в этом направлении предстоит. Я думаю, в следующем году она будет продолжена, несмотря на то, что бюджет уже сформировал. А как вы оцениваете назначение Юлии Шевцовой в качестве пресс-секретаря Игоря Владимировича? Я никак это не оцениваю. Меня это в принципе не касается. Если Юлию назначили, поздравляю, если она мне позвонит. И что еще могу сказать? Никак не оцениваю. Я не работаю с пресс-секретарями. У меня как бы вот за последние лет 12, я не помню, общался ли я с кем-то из пресс-секретарей. Наверное, нет. Нет. Ну, разве что на каких-то мероприятиях. Я не работаю с пресс-секретарями, мне это неинтересно. Хорошо. Хорошо, вот в конце 2016 года Игорь Владимирович собрал у себя предпринимателей и сказал, ребята, надо скинуться на команду Родина. И предприниматели, которые там были, говорят, что в принципе было нереально оттуда уйти, пока ты не заплатишь, не пообещаешь заплатить деньги. Вот это правильно? Ну, знаешь, такие методы применялись и ранее. Это не Игорь Владимирович придумал. При Владимире Ниловиче Сергееве собирались предприниматели, им тоже точно говорилось, ребята, нужны деньги. Элементы авторитаризма в работе губернатора неизбежны. Рано или поздно, когда ставится остро проблема. А проблему не он придумал. Я не думаю, что он болел когда-либо за Родину, пока работал в Москве. Я не думаю, что он даже знал об ее существовании. Я не думаю, что он вообще даже сильно знал о существовании такого вида спорта, как кейсмичок, довольно экзотический вид спорта. Но раз, местное сообщество, ведь кто ж возмутился-то судьбой Родины? Ведь не он это придумал. К нему обратились, там, в массовом порядке, люди, надо спасти Родину. Болельщиков у нашей команды много, это тысячи человек. Ну, десятки тысяч человек. Он должен был на это среагировать. Причем, среагировать оперативно. Да? Там нет времени, там, год на раскачку, два года на раскачку. Он это сделал. Ему надо избираться? Ты знаешь, вряд ли у него это было в голове. Вот то, что происходит сейчас, это нет. Если ему надо будет избираться в следующем году, вот он в следующем августе соберет деньги на Родину. Вот это уже будет, да, предвыборная штука. Сейчас нет. Сейчас он об этом вряд ли даже думает. Нет. Вот. Это нет, нет, нет. Вряд ли эта мысль у него была. А то, что он взял и решил, ту вещь, которую перед ним поставили. Худо ли, бедно ли, да, с перекосами, да, с всевозможными, там, перегибами чиновничьими. В том числе, там, вот, когда его эту инициативу по покупке абонементов. Причем, эта инициатива совершенно ничтожна, да, на фоне тех средств, которые нужны Родине. Там, порядка 40 миллионов рублей, там, вот эти 130 тысяч рублей, которые собрали, это просто ни о чем. Их можно было бы и не собирать. Вы говорите сейчас о том, что учителей некоторых школ, заставляли приобретать абонемент. Ну, я просто отдал, Игорь Владимировичу передал бумагу за подписью ее министра образования, где было написано, уважаемые педагоги, проводится такая акция, предлагаем вам принять в ней участие. Об итогах сообщить срок до такого-то числа. То есть, практически, это распоряжение о том, что надо принимать участие. Я думаю, что губернатор с этими чиновниками разберется. И впредь такого повторяться не будет, я очень надеюсь. Да, я говорю в том числе и об этом. Тем не менее, он эту проблему решил, да. Родина поехала, там, проиграла три матча подряд, неважно, она поехала, она выступает, команда сохранилась. Он решил вопрос, как его просили. То, что предприниматели говорят, да, что мы практически не имели возможности уйти, они имели возможность уйти, на самом деле. Любой из нас имеет возможность уйти. Другое дело, что этим людям есть, что терять, и они прекрасно понимают. А как потом вести бизнес в регионе? Даже не то, что бизнес в регионе. Бизнес в регионе вести можно спокойно. Есть очень много людей, которые ни разу не сходили в это здание и прекрасно ведут себе бизнес. Но есть люди, которые зависимы от правительства. От решений правительства. А в таком случае, как говорят, люби меня, любимый зонтик, любишь меня, любимый зонтик. Если ты хочешь иметь хорошее отношение с правительством, откликайся на его просьбу. Это вполне нормально. Если ты способен работать вне его поддержки, работай вне его поддержки. Никто не заставит тебя платить деньги на родину. То сами выбирайте, товарищ предприниматель. Ну, хорошо. У нас с вами осталось буквально две минуты. И хочу спросить вас вот о чем. Всевозможные аресты, разной степени громкости, на федеральном уровне, на региональном уровне, они продолжатся в 2017 году? По большому счету, они, конечно, должны продолжиться. А что вы усмехаетесь? Да потому что еще мало пока их очень было. Есть очень много претендентов на наручники. Там, понимаешь, когда... Ну, все-таки я заулыбался, потому что последний арест был очень забавный. Вы имеете в виду Александра Андреевича Ананина? Да, я имею в виду Александра Ананина. И два айфона. Понятно же, что есть люди, которые нагрешили гораздо больше, чем на два айфона. Но они пока еще как-то при должностях и даже какие-то медали получают и так далее. Но я думаю, что эта работа будет продолжена. Мне бы хотелось, чтобы это была все-таки неразовая акция. Чиновничеству надо очищаться. Это прямой ущерб государству. Вот чем дело. Денег государства нет. Пока все было хорошо, там, как у нас говорят, тучные годы, да? Но это закрывали глаза. Сейчас, по-моему, команда идет такая. Принцип такой, что, ребята, вот пока не надо. Пока не надо. Давайте, выправим. А пока это до какого часа? До выборов президента? Да я думаю, не до выборов президента. Ситуация в стране с бюджетом ничуть не лучше, чем с бюджетом Кировской области. Ты сама знаешь прекрасно, да. Очень сложная ситуация. И она обусловлена очень многими внешнеполитическими причинами, которые вряд ли будут разрешены при нынешнем руководстве нашей страны. Поэтому вот это затянутые пояса, они продлятся еще довольно долго. И вот все это время, как бы, каждая копейка на счету. И она должна поступать туда, куда ей положено поступать. Мне кажется, сигнал такой, что, ребят, всем трудно, давайте-ка ему тоже вот от 30% уйдем, давайте, там, к 5% откатов. Нет, я все-таки, знаете, Николай, не понимаю, связываете ли вы это напрямую с грядущими выборами президента или нет? Нет, совершенно нет. Я связываю это с тем, что у государства мало денег. И особо ядных нужно постучать по рукам, чтобы другим неправадно было. И сказать «Ай-яй-яй». Да, сказать «Ай-яй-яй». На этом нам придется закончить, потому что время наше вышло. Я напомню, что это было особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». Я благодарю вас за эфир. Юль, взаимно. С наступающим. Да, и вас с наступающим. Всего доброго. До свидания. До свидания.